В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Сразу две аварии с участием маршрутных такси. 2016 год будет длиннее на одну секунду. И для спортсменов новогодние каникулы – самая пора тренировок. В последнее время участились дорожно-транспортные происшествия с участием маршрутных такси. Аварии происходят регулярно из-за нарушения водителями микроавтобусов, скоростного режима или неисправности автомобилей. Напомним, в начале месяца в аварии с маршруткой пострадали сразу 7 человек. Сегодня утром на улице Крупской произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля, в котором пострадали 2 человека. Водитель маршрутки не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой. Еще одна авария с участием сразу двух маршруток произошла на Московском шоссе. У остановки общественного транспорта торговый центр «Премьер» произошло столкновение двух маршрутных транспортных средств. Водитель, управляя автомобилем «Форд», который двигался по 41 маршруту, подъезжая к остановке общественного транспорта, совершил наезд на осуществляющий посадку-высадку пассажиров автобус. В дорожно-транспортном происшествии пострадал один пассажир транспортного средства. Впереди практически еще неделя новогодних праздников. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения. Помните о соблюдении правил дорожного движения. Не позволяйте себе садиться за руль в состоянии опьянения или если вы чувствуете недомогание после вчерашнего бурно проведенного вечера. Не подвергайте опасности жизнь и здоровье окружающих вас участников дорожного движения. К другим темам. 2016 год продлится немного дольше, чем обычный земной год. 31 декабря в момент наступления нового года к нему добавится высокосная секунда, которая компенсирует чуть замедленное вращение планеты. Добавление еще одной секунды происходит регулярно, начиная с 1972 года. Чаще всего такие мероприятия происходят в июне-декабре высокосных годов. В будущем дополнительные секунды могут вводиться чаще, так как вращение Земли постоянно замедляется. А для любителей отмечать время вовсе порой останавливается. Полицейские рассказывают, чем ближе праздники, тем сложнее их будни. В эти дни камеры предварительного заключения в отделах переполнены. Здесь и постоянные клиенты, и те, кто перебрал на корпоративе, или для кого Новый год – круглый год. В рейс с охранниками общественного порядка вышла Анна Герцовская. Запах цветов, алкоголя, чуть ясные мысли и ни капли огорчения – это отдел полиции в Московском районе. Собравшиеся здесь люди, сотрудники полиции и граждане, нарушившие административное законодательство. По статье 20 пункта 21 нельзя появляться в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, будь то улица, автобус, парк и так далее. Любой сильный выпивший человек наносит вред обществу и себе самому уже только своим появлением. Сотрудники патрульно-постовой службы Московского района за час привозят несколько таких граждан. В основном это выпившие мужчины. 5% посетителей КПЗ являются женщинами. Этого гражданина полицейские задержали на улице, когда тот под красный сигнал светофора пытался перейти дорогу. Конечно, перед Новым годом в городе проходит много корпоративов. Желательно после них передвигаться до дома или гостей на такси или с трезвыми знакомыми за рулем. Иначе есть риск попасть в отделение полиции. Причем это не самая худшая развязка. Полицейские задерживают только тех, кто не отдает отчет своим действиям, сильно шатается, устраивает скандалы, ползает по земле. Так что многие задержанные даже не против нахождения в дежурной части. Этот гражданин немного не дошел до дома, с цветами направлялся к жене. Ребят не виноваты. Просто они не правы. Хватает моей жены на мою судьбу. Хотел телефон, ты его и сдал. Клепать и долбить. Я его и сдал. Хватает. Да здесь я не первый раз. Был уже здесь. Год рождения какой у вас? Да, ладно, не помню. Вспоминайте. Я могу сказать правду в глаза, но все, отец, от них хулигает. Аккуратно. Вот такие разнообразные люди каждый день появляются в отделениях полиции. После задержания их отправляют на медосвидетельствование. Дальше выписывают штраф за нарушение порядка. И если человек сам может идти, отпускают его домой. Если гражданин явно переохладился на снегу или плохо себя чувствует, для него полицейские вызывают скорую помощь. С Новым годом, конечно, увеличивается число граждан в состоянии алкогольного опьянения, потому что проходят корпоративы, праздники и подготовка к праздникам. Соответственно, у всех выходные, поэтому работа прибавляется. Бывает и так, что полицейским приходится применять боевые приемы борьбы, спецсредства, ограничения подвижности, такие как наручники. Чтобы не доходило до серьезных последствий, просьба к гражданам следить за своим состоянием на корпоративах и в праздничные дни, а также при сильном опьянении максимально обезопасить себя и окружающих и не появляться в местах скопления людей. В преддверии новогодних праздников увеличиваются и объемы продажи запрещенных фруктов и овощей. Несмотря на возмущение общественности по поводу того, что уничтожать продукты – это нонсенс, ситуация пока остается прежней. Так, в Рязанской области санкционные товары инспекторы находят каждую неделю. На этой неделе специалисты уничтожили более двух тонн санкционных фруктов, применение которых в эти дни могло найти бы себя на новогодних столах, например, детских домов или домов престарелых. На крупном продуктовом рынке Рязани сотрудники полиции и Россельхознадзора выявили на территории трех торговых объектов незаконную реализацию винограда, томатов, яблок, груш, гранатов и перца. Эта сельхозпродукция была произведена в странах, которые вводили санкции против России. Воз таких продуктов в питание в Россию запрещен. Торговля ими незаконна и по действующему законодательству они подлежат уничтожению. После оформления необходимых документов на специальном полигоне с привлечением тяжелой техники было уничтожено около двух тонн санкционных овощей и фруктов. Полицейские передали материалы и проверки в региональное подразделение Россельхознадзора, которое полномочено подготовить документы для наказания предпринимателей-нарушителей. Рейдовые мероприятия продолжаются. Грядущих новогодних праздников дети ждут всегда с нетерпением. Для малышей это время исполнения желаний, чудес, походов с родителями в театры и на горке. Для школьников каникулы и вполне заслуженное безделье. А вот для спортсменов дела обстоят иначе. Для них новогодние выходные – это возможность тренироваться еще больше и упорнее. В отличие от других я буду тренироваться. 30-го, 31-го у нас тренировки. В новогоднюю ночь у нас праздничный стол. Просто покушаем, да и ляжем спать, отдыхать. Мне нравится заниматься. В любой момент я смогу за себя постоять. Сейчас все больше и больше девочки начинают заниматься вразильским джиу-джитсом и разными единоборствами. До 9 января этим ребятам и девчонкам предстоит познавать тонкости боевых искусств. В свои выходные они посвятят исключительно самосовершенствованию. Тем более, что сборы проведет всемирно известный спортсмен, первый россиянин, получивший черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. И сегодня мы приехали поддержать сборы ребят, которые они проводят спортивные. И показать интересные вещи, над которыми они поработают все эти дни. И техники очень важны, соответственно, да, и мы приехали поделиться. Цель спортивных сборов – оснащение ребят техниками и приемами, которые они впоследствии доведут до автоматизма и будут применять в соревнованиях. И хотя зал в Кораблине появился всего год назад, по словам Дауда Адаева, именно в таких залах рождаются чемпионы. Ведь главные условия – высокие потолки, татами и целеустремленность людей, радеющих за свое дело, здесь присутствуют. Для чего мы все это задумали? Ну, наверное, в первую очередь неравнодушное отношение к детям. Почему в сельской местности? Ну, естественно, здесь меньше всего развита инфраструктура, особенно в спортивном плане. Появление подобного клуба в сельской местности – огромный успех. Не у каждой семьи есть возможность возить ребят в город. Для этого нужен автомобиль, средства и время. А тут клуб прямо под боком. Развитие «Витязя» идет в ногу с развитием спорта в области. Данный вид спорта очень популярен, очень известен. Проходит огромное количество промоушенов. В Рязани как бы новый толчок, я хочу надеяться, был дан этой осенью. В уходящем году в Касимове прошло первенство России. Среди юношей собрались спортсмены из более чем 50 регионов. И это только начало большого пути смешанных единоборств в нашем регионе. Готовность к Новому году. Такой подарок будущим жильцам сделает компания «Зеленый сад». До 30 декабря они сдадут в эксплуатацию более 75 тысяч квадратных метров. Это превышает 10% общей площади жилья, построенного в области в этом году. Красивые и величественные дома компании «Зеленый сад» видны издалека. В них современная архитектура идеально сочетается с функциональностью. Во всех трех комплексах, которые компания сдает в конце уходящего года, задана новая и еще более высокая планка качества и безопасности. Особый акцент сделан на экологичности и энергосбережении. Все комплексы построены по индивидуальным проектам с современной архитектурой фасадов и удобными планировками квартир. Наружные стены выполнены из порезованных керамических блоков, которые сохраняют тепло на 20% лучше традиционного кирпича. Во всех комплексах установлены теплосберегающие окна. Все жители будут пользоваться лифтами «Отис» передового семейства «Ген-2», бесшумными и экономящими электроэнергию. Для внутриподъездного и наружного освещения применяются светодиодные светильники, которые до 10 раз экономичнее обычных. Изящно вписывается в пейзаж комплекс апартаментов «Грин-парк», находящийся в самом центре поселка Солоча. Его расположение уникально на границе национального парка «Мещерский» в окружении векового соснового леса. Фасад здания гармонично сочетается с окружающей природой благодаря отделке из клинкерной плитки – натурального материала, имеющего цвет обожженной глины. Подъезды комплекса отделаны материалами премиум-класса. Атмосфера покоя и семейного уюта создает мягкая скрытая подсветка, межэтажная шумоизоляция и теплые полы в тамбурах. Для машин предусмотрен подземный паркинг с индивидуальными боксами, противопыльными полами и системой пожарной сигнализации. А уже при выходе из комплекса вы можете дополнить свой отдых медицинскими, оздоровительными и СПА-услугами, которыми славится санаторий Солоча. Жилой комплекс «Премьер» на улице Татарской – это современный дом бизнес-класса, который располагается в экологически чистом районе Рязани. Он не уступает по оснащенности грин-парку. Необычный фасад здания выгодно выделяет его среди окружающей типовой застройки. Но особое внимание здесь отделено проектированию жилых помещений. В просторных квартирах панорамные окна и индивидуальное отопление. Подъезд оборудованной системой пожаротушения. На разноуровневой придомовой территории расположилась травмобезопасная детская площадка. А для машин предусмотрен большой подземный паркинг. Жилой комплекс «Еврокомфорт» компания построила на улице Телевизионной. Он полностью соответствует своему названию. Несмотря на демократичные цены на квартиры, в комплексе применены инженерные решения и материалы европейского уровня. В дополнение к энергосберегающим стеклам и окнам, лифтам, мотисам и современной детской площадке, тут есть электроподъемники, которые позволяют маломобильным гражданам и родителям с колясками просто и без усилий подняться на крыльцо. А в подъездах установлены легкие откидные пандусы с нескользящим резиновым покрытием. С этого года они стали стандартным отношением домов от зеленого сада. Я купила квартиру в этом доме, когда дом находился на стадии строительства первого этажа. Я несколько раз приезжала, наблюдала за ходом строительства. Все это уровень европейского комфорта. Даже не знала, что название этого жилого комплекса «Еврокомфорт» воплотится в жизни буквально в смысле. Идеально ровные полы, шумы, изоляции, экологичные технологии. Все это и многое другое будет стоять на страже вашего комфорта в каждом из домов компании «Зеленый сад». Мы уже получили документы от контролирующих организаций о выполнении технических условий по лифтам, коммуникациям, о соответствии с санитарным нормативом. Таким образом, в начале наступающего года счастливыми новоселами станут 650 семей. На этом все темы крайнего рабочего дня этого года. Завтра традиционно подведем итоги 2016-го. А пока хорошего продолжения вечера и новогоднего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok